Мы назвали систему нажимания кнопок языком. Рычаг, видимо, это отдельная штука, он как команда «запустить». Мы вводим код кнопками и запускаем его рычагом. Знаете, как лингвисты обсуждают грамматику, структуру слов и подобные вещи? Их не особо интересуют романы, песни или рассказы. Они больше заинтересованы в языке, который используется для этих романов, песен и рассказов. Их интересует код. Большинство людей, напротив, заинтересовано в историях и смысле, не только в книгах и фильмах, но и в жизни. Когда я прошу свою девушку купить мне новый альбом, потому что я делаю нелепые рисунки для этих уроков, меня интересует результат, цель, а не этимология и структура слова «альбом». Можно считать, что у языка есть два компонента или две особенности – грамматика и назначение. Языки программирования похожи в этом смысле, но поскольку они намного проще, чем человеческие, грамматика у них не на первом месте, но синтаксис – порядок слов и словообразование – важен. А для назначения, для понятия «смысл» программисты используют модное слово «семантика». Попробуем сравнить язык магического ящика Тотой с каким-нибудь современным языком программирования. У этого ящика очень сложный синтаксис. С символами X и O сложно работать. А вот этот современный код выглядит как английский язык. Этот синтаксис намного легче освоить, как минимум можно догадаться, что значит каждое слово. Набор правил, который описывает, как символы и слова могут использоваться – это синтаксис. Вы увидите, что некоторые языки программирования имеют похожий синтаксис, а некоторые – экзотический, необычный. Семантику или смысл увидеть сложнее, потому что он неявный. Какое назначение у этого кода? Это огненная вспышка, как мы уже поняли. Какое назначение у этого кода? Возможно, вы догадались – он выводит на экран фразу в обратном порядке. Смысл – конечный результат запущенного кода. Это семантика. В современных языках программирования связь между кодом и его назначением можно использовать, чтобы судить о качестве кода. Если вы смотрите на код и быстро улавливаете его назначение, то это хороший код. Если при взгляде на код у вас возникает мысль «Что это, черт возьми, такое?», вероятно, он не слишком хороший. Это подводит нас к важной идее. Код пишется для людей. Компьютерам все равно, легко ли читается код. Для них любой код легко читаемый. Вы можете подумать «Ну, я хочу писать приложения и создавать веб-сайты, поэтому, естественно, мне важно назначение, семантика, так же, как для писателя – сюжет, а не лингвистика. Так зачем беспокоиться о синтаксических конструкциях?» Язык программирования – это инструмент, с помощью которого вы рассказываете свою историю, чем бы она ни была – сайтом, приложением или ботом. И чем лучше вы знаете свой инструмент, тем меньше вы о нем думаете и тем больше можете сделать. Так же, как писатель должен уметь выражать идеи нужными словами и использовать синтаксические конструкции, которые будут понятны людям. К счастью, у языков программирования очень простой синтаксис по сравнению с языками, на которых говорят люди. Так что не беспокойтесь. Несмотря на то, что нам придется изучать синтаксис, эта задача будет достаточно простой. Получается, программировать легко? Если компьютеры тупые и выполняют только то, что мы им говорим, а синтаксис языка программирования – простая штука, все вместе должно быть достаточно легкой задачей, так? Эм, нет. Если честно, то программирование – не настолько легкая задача. Ну да, написать школьное сочинение легко по сравнению с «Войной и миром», а докторская диссертация по квантовой физике – это вообще другой уровень. Так что не стоит обобщать. Любая деятельность из перечисленных – варианты письменного изложения, но сравнивать их и судить о письменном изложении нецелесообразно. Программирование может быть простым, а может быть сложным, в зависимости от того, кто и что делает. Вы быстро поймете, что синтаксис легко изучить, но сам по себе он вам не поможет. Это необходимая вещь, но не самодостаточная. На протяжении следующих уроков мы сфокусируемся на семантике, на значении и рассмотрим несколько крутых идей, которые позволили появиться компьютерам, интернету, роботам и мобильным телефонам. Параллельно мы изучим синтаксис. Последний момент, который мы затронем перед погружением – это какой язык выбрать. Их так много, и это может казаться критическим моментом. Момент, конечно, критический, но не потому что «нужно принять окончательное решение, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь», а потому что мы должны понимать, что выбор языка программирования – это как выбор инструмента для ввода текста, а не выбор человеческого языка. Вы можете писать что-то ручкой на бумаге, использовать печатную машинку, компьютер или доску. У каждого инструмента свои возможности и ограничения. И если вы хотите стать писателем, не так важно, чем вы пользуетесь для ввода текста – ручкой или кнопками клавиатуры. Мы хотим изучать программирование, а не только язык программирования. Язык нужно выбрать достаточно хороший, достаточно простой, известный и с хорошими возможностями. В процессе профессионального роста вы будете переключаться между языками, использовать сразу несколько языков и технологий одновременно, и это не будет для вас проблемой, так же как переход с печатной машинки на Microsoft Word – это не проблема. Мы выбираем JavaScript в качестве первого языка программирования и в качестве инструмента для изучения программирования. Программы, написанные на JavaScript, почти все время запущены на вашем компьютере, поскольку большая часть веб-сайтов, включая тот, на котором вы смотрите это видео, используют JavaScript. Он невероятно популярный и становится все более популярным с каждым годом. Ну что, давайте начнем программировать. Продолжение следует...